Доброе утро! Вы подготовились? Творог, вяленая вишня, замороженная вишня, крахмал, мука, хлопья, у меня пшенные, ну и сахар, ну и кофе. Обязательно. Ну, для меня сегодня. Те, кто завтракает, недавно выяснилось, худеют быстрее. Знаете почему? Потому что, оказывается, когда мы начинаем день с завтрака, мы запускаем свой метаболизм в движение. То есть, наш организм не спит, не продолжает так находиться в таком сонном состоянии, а начинает активно-активно тратить калории. Вот почему завтраки так необходимы. Наверняка у вас в холодильнике найдется пачка творога. Итак, сюда мы добавляем чуть-чуть муки, яйцо. Обычно принято у нас делать сырники либо вот такими чистыми, без всяких добавок, либо добавляют изюм или какие-нибудь овсяные хлопья. У меня вот сегодня для вас такая немножко новая идея. Добавим мы сюда вяленую вишню. Наше тесто горсть вяленой вишни, вымытые, естественно, просушенные хорошо. И хлопья будем использовать пшенные, невероятно полезные и очень интересные на вкус и не требуют варки. Их можно просто залить водой. Вот и хороший, засыпный завтрак готов. Ну и, конечно, немножко сахара. Сахар и соль, как известно, дело вкуса. Кому-то нравится послаще, кому-то посолоней. Я вот люблю, когда сырники не очень сладкие. Но все-таки, чтобы сахар присутствовал именно в тесте, потому что я помню, что когда мама не досыпала сахара с утра в сырнике, тоже человек торопился на работу, понимаете. И потом предлагала мне посыпать сметану с сахаром. Вот это вот совершенно не мой вкус. Хотя кому-то может нравиться. Разогреваем сковороду, добавляем сюда оливковое масло стопроцентное. На нем очень здорово жарить. Оно не обладает ярким запахом. В то же время очень полезно для нашего здоровья. Так, пока масло разогревается, делаем вот такие лепешечки. Я очень люблю на завтрак сырники. И очень люблю экспериментировать со всякими разными добавками. Ну вот, получились у нас вот такие сырнички. И обжариваем их. Пока наши сырники жарятся, займемся сиропом. Берем замороженную вишню, которая чуть-чуть разморозилась. Добавляем сюда столовую ложку сахара. Ну, вишня вообще-то это ягода такая кисловатая, поэтому нужно пробовать обязательно. И может быть придется добавить еще немножко сухарка. Сырники нужно жарить на невысоком огне. А еще, если есть у вас пара-тройка лишних минут, то их можно отправить в духовку. Вот после того, как вы их обжарили, с обеих сторон, выкладываем их в какую-нибудь форму и отправляем в духовку. И сырники вырастут, несмотря на то, что мы не добавляли туда ни соды, ни разрыхлителя. Итак, сырники отправим в духовку, которая уже загрета в 180 градусов. И возвращаясь к нашему вишневому сиропу, посмотрите, какая красота. Уже прекрасно, уже и так хорошо. А если мы добавим сюда крахмал, который сделает этот сироп таким тягучим, чуть-чуть, столовую ложку крахмала, снимаем, хорошо вымешиваем, чтобы не было комочков, и завариваем чуть-чуть подольше. Это, опять, только идея разнообразить ее можно добавить в какой-нибудь вишневый ликер или какую-нибудь даже виноградную грабку, настойку. Помню, бабушка очень вкусно делала вишневую настойку. Вот, загустела прямо буквально на глазах. Вынимаем наши сырники. И в духовке все они стали пышные. Вот, видно, как они прямо. Ух, как красиво выросли. Выкладываем в красоту на тарелку, поливаем нашим замечательным вишневым, можно даже сказать, кремом, на понедельник приготовьте яблоко, груша, яйцо, мука. Все остальное будет у вас в холодильнике. Приятного аппетита обязательно завтракать. Не пропускайте это чудесное время. До завтра.